Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня поговорим о упаковке дивана. У нас поступило предложение, вернее вопрос, относительно того, как же он упакуется. И вот сейчас мы рассмотрим все возможные варианты упаковки дивана. Итак, первое, на что мы обращаем внимание, это ножки. Ножки дивана. В данном случае у нас ничего нет, но в случае есть ли. Бывают ножки, мы смотрим, есть ли их можно открутить. Откручиваем. Если ножки достаточно прочно сидят на диване, то их можно оставить. Когда мы скручиваем ножки, пожалуйста, убедитесь в том, что вы их положите либо в диван куда-нибудь аккуратно, либо в коробку и обозначите это клиенту, чтобы в последующем эти ножки не потерялись. Говоря о подушках дивана, подушки дивана можно положить аккуратно, выложить на диване, закрепить их, чтобы они нам не мешали, и все. Теперь, говоря о диванах, существует несколько разновидностей диванов. Так вот, говоря о диванах такого характера, который грязненький, убитый уже, то их достаточно закатать в бланкет, шринкрав и все. Если мы говорим о диване, который белый диван, который достаточно хороший, красивый и аккуратный, то сперва желательно дать шринкрав. Говоря о шринкраве, работая один, мы прибегаем к помощи нашего друга. Тейп. И оборачиваем диван тейпом. Мы предполагаем, что этот диван у нас очень хороший. Начиная с самого низа, вот, как видим, шринкрав особо не крепится. Используйте тейп для того, чтобы его закрепить и дать очередную линию шринкрава. После того, как диван запакован в шринк, без разницы, черный, белый, просто у меня под рукой был белый, мы все помним хорошо о том, каким образом дается шринк. После того, как вы дали шринк, сделайте так, чтобы внутри дивана образовалось вакуумное пространство. Допустим, в данном примере мой шринк хочет соскочить, чтобы мне было удобно с ним работать, я закреплю вот эти. Далее, поднимаю диван на попа. Как видно, диван стоит в наклоне и он будет падать. Что я делаю? Я использую тейп для того, чтобы подложить и выровнять диван вертикально. Теперь приступаю к установке бланкета на торец. Выравниваем бланки по стороне. Выравнивайте бланки таким образом, чтобы он покрывал полностью торцевую часть дивана. Значит, делаем закрепление. обращаю ваше внимание, следующая разновидность у диванов бывают диваны, которые представляют из себя такую скажем, подушечную массу. В случае, если мы будем давать тейп достаточно плотно, он может оставить какие-то повреждения на самой поверхности дивана. Поэтому будьте внимательны с этим и в случае, если диван щепетильный, не натягивайте сильно ты. Каким образом выглядит поковка с другой стороны бланкета. Сейчас я вам разверну данный диван, чтобы посмотрели. Данный бланкет покрывает полностью всю сторону и в дальнейшем мы его поправим, если будет необходимо. Далее я закрепляю бланкет, тот, который у меня есть. Сделаю красив. еще раз обращаю внимание, если диван подушечный, вы предполагаете, что тейп оставит на нем какие-то повреждения, не натягивайте сильно. Следовательно, каждый последующий слой тейпа вы немножко опускаете вниз. по которому мы используем шин-крас. Каждый последующий слой накладывается на чуть-чуть предыдущего. Сделали 2-3 линии, этого достаточно. Что касается нижних. Я здесь только закрепил бланкет и все. Почему? Потому что я продолжаю покрывать бланкетом всю поверхность дивана. Определяю. У меня широкая сторона бланкета и сиузская. Та, которая широкая, я буду вложить ее вдоль, чтобы охватить как можно больше поверхности дивана. Почему? Потому что следующий бланкет я буду вложить с другого низа, когда переверну диван, и он мне дойдет отсюда. Вот это мой ориентир. Соответственно, положили один бланкет слегка поправили. Берем следующий. Также накладываем один на другой, чтобы покрывал он всю поверхность дивана. Делаю закрепление. на что хотелось обратить внимание. Первое, на стыке бланкетов верхнего и нижнего я даю то и по столько, чтобы совместить два бланкета. Далее, на стыке бланкетов каждого последующего на боковой стороне я убеждаюсь в том, что они идут внахлест. Теперь, говоря нахлесте, пожалуйста, убедитесь в том, что стык бланкетов происходит на краю дивана. Почему? Потому что, если стык образуется посередине, то он будет бессмысленным, потому что будет образовываться пространство, неровности и так далее. На другой стороне это выглядит следующим образом. Как мы видим, что предыдущий бланкет у меня закончился вот здесь. Вот, посередине, с задней стороны дивана. Но последующий бланкет я дал на край, чтобы мне можно было натянуть его. За край бланкет хорошо цепляется. Продолжаем покупку. Каждый последующий слой тейпа приблизительно даете через расстояние равное одному фиту. Проблизительно. Обращаю ваше внимание, что не нужно давать тейп по спирали. Почему? В дальнейшем будет очень проблематично от него избавиться. После того, как мы набросили бланкеты, чтобы диван не двигать туда-сюда, со стороны на сторону, мы сразу начнем давать швен-краб. обращаем обращаю внимание, что швен-краб также закрепляет бланкет, в случае, если у вас диван такой пушистый и вы не давали тейп в натяжку, мы можем закрепить и хорошо зафиксировать это швен-краб. После того, как закрепили швен-краб, даем тейп, чтобы он от нас не убежал. Одного круга достаточно. Далее переворачиваем наш диван. Говоря о торцовой стороне, ее также нужно закрепить. Закрепить следующим образом. Что у нас получилось в результате? Как видно, значит, тейп с этой стороны, тейп с этой стороны, с этой стороны и накрест, что позволяет очень хорошо и надежно зафиксировать бланкет. Впоследствии, когда мы будем передвигать данный диван, находящийся на стороне боковой, в траке или дома, бланкет никуда не убежит. Что касается данной стороны, здесь у меня торчат бланкеты. я зафиксирую один раз тейпом, я зафиксирую один раз тейпом, приблизительно таким образом, для того, чтобы бланкет не падал. После чего положу бланкет сверху. докручиваем швейн крах. тейпом, Точно так же закрепляем верхнюю часть. Паковка дивана почти что завершена. Обращаю ваше внимание, при распаковке данного дивана будьте очень внимательно используя острополющее режущие предметы. Убедительная просьба производить надрез упаковочного материала с нижней стороны дивана. В случае если вы допустили ошибку и нечайным образом порезали бланкет, порезали диван, с нижней стороны это не будет заметно. Пожалуйста, обращайте особое внимание на данное предложение. При распаковке дивана также относитесь бережно к бланкетам, потому что бланкеты стоят деньги. Следующий момент переходим к упаковке другой торцевой части. Устанавливаем диван на колено. на данном этапе процесс упаковки дивана завершен. Мы устанавливаем стикер на видимое место не посередине дивана, а где-нибудь с краю. Далее, говоря об установке данного дивана в траке, он устанавливается на торцевую часть с ножками в сторону стены трака. Что касается транспортирования данного дивана, то убедительная просьба транспортировать его либо руками, либо используя дали. Говоря о дали, мы устанавливаем их на заднюю сторону, ближе к нижней части дивана, потому что это представляет собой наиболее жесткую и устойчивую конструкцию. В случае, если речь идет о диване, у которого присутствуют хрупкие или деревянные части, которые зачастую располагаются на ручках, нам необходимо использовать бабу, нам необходимо использовать коробку. И вот каким образом это выглядит. Мы используем подручные средства для того, чтобы приподнять сторону дивана. Это могут быть дали, бабл рэп и так далее. Берем картонку и приступаем. Делаем надрезы и пакуем подарочек. Наш подарочек клиенту. подарочек с Para ради трех ис invented etern пакут от вод г на ради чтобы коробка хорошо загнулась после того как картон установлен начинаем его закрепление тейпа все на этом укрепление поверхности боковой стороны дивана окончены в случае если вы видите что поколка картонка держится неуверенно можно также поставить диван на попа и дать шин крапа чтобы плотнее закрепить его таким же самым образом мы производим пакование другой стороны что в результате получается в результате получается что когда мы ставим диван на сторону мы гораздо мы уменьшаем возможность повреждения поверхности дивана за счет его передвижения на этом покупка дивана окончена спасибо большое за внимание и до новых встреч вот вот Продолжение следует...